Первый домашний матч команды «Нарт» удался на славу 4-2 в нашу пользу. Овации болельщиков, скандировавших «Наш Нарт», давали колоссальную поддержку футболистам, которые в ответ продемонстрировали виртуозный футбол, точные передачи, четкие голы и голевые моменты. Наша съемочная группа побывала не только на матче, но и успела запечатлеть теплую встречу главы республики Рашида Тимрезова с обновленной командой. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Гости и жители Карачаева-Черкесии стали собираться на трибунах еще задолго до начала матча. Какой настрой у болельщиков, мы узнаем прямо сейчас. За кого вы болеете сегодня? За футбол. Каким будет счет? 2-1 в нашу пользу. За Черкес. Каким будет счет? Какой счет? 5-2. Скажите, что желаете команды? Успехов, продвижения. За кого болеем? Нарт, Чекес. Каким будет счет? 2-0. За кого болеем сегодня? Ого, за наших обязательно. За кого еще? Да, мы должны выиграть обязательно. 0-2. Счет 2-0. 2-0. Победа. По вторую лигу. Я ставлю на победу Нарта и думаю, что они победят за счетом 3-0. Здесь капитан, его зовут Азамат Курачинов. И я надеюсь, что его команда сегодня выиграет. Мы пришли поболеть за нашу команду. 1-0. Зрители без сомнения верят в победу Нарта. На первую домашнюю встречу пришли многочисленные болельщики. Ну и, конечно же, глава республики Рашид Темрезов не мог пропустить матч. До начала игры команда вышла на предматчевую разминку. А зрители разглядывали повнимательнее навыки и финты. Особенно мальчишки, которые в будущем хотят стать профессиональными футболистами. Игра началась с дан свисток судей. На первых минутах матча команда из Каспийска пыталась атаковать. Но Нарт красиво перевел игру в противоположную часть поля противника. На 12-й минуте первого тайма автором гола стал Дмитрий Михайлов. Второй гол забивает Никита Чалый на 31-й минуте. Третий гол на 42-й минуте забил Амир Джумаев. А уже на 44-й минуте под занавес первого тайма пропускаем мы. Таким образом, счет стал 3-1. На протяжении всего матча болельщики скандировали «Наш Нарт». Поддерживали команду аплодисментами и овациями. После перерыва команды на поле. Из-за срыва атаки и грубую игру футболиста Дагестана назначен пенальти. Бьет уверенно и четко капитан команды Азамат Курачинов. На 58-й минуте пенальти назначен уже нам. Уор Дагестан забивает свой второй гол. Таким образом, счет 4-2 сохранился до конца матча. Хотя были и острые моменты с обеих сторон. Главный тренер благодарит всех, кто пришел поболеть. Хочу поблагодарить зрителей, болельщиков за такую атмосферу прекрасную. Всех поздравляю с победой. Дай бог, чтобы каждый матч такой был. Это заслуга вот этих людей, которые сегодня пришли. Да, есть нам над чем еще много работает, но все у нас еще впереди. Первый домашний матч, первая победа дома. Много людей. Все довольны, все счастливы. В общем, радость и счастье. Глава республики Рашид Темрезов, присутствовавший на матче, поздравил и пообщался с командой. Как эмоции после матча такого? Победили, так и будем продолжать. Потому что первый матч за 20 лет нашей команды, поэтому считаю, что с почином. А понравилась ли вам реакция болельщиков? Ну, жители республики соскучились. Я думаю, что с каждой игрой все больше и больше будет присутствовать. И болельщиков, и те, кто начнут увлекаться. Но самое главное, что больше порадовало, очень много детей, молодежи было. Я сам приходил в детстве, занимался здесь футболом. Для меня это были, конечно, такие, конечно, большие эмоции. Вот, надеюсь, что нас ребята будут радовать с каждой игрой. Задача одна – выйти, победить на этом этапе и выйти во вторую лигу, уже в профессиональную. И поэтому сегодня спустился, ребят, сам поздравить. Вот, хочу поблагодарить нашего тренера. Буквально за две недели, можно сказать, с колес, так, вот, команду... Есть, понятно, еще над чем работать, но лучше тренера этого никто не знает. Поэтому задача у нас одна – выйти во вторую профессиональную лигу. Спасибо вам за такой праздник футбола. Спасибо, ребят. Мы хотели бы вас поблагодарить, прошу господи. Спасибо, ребят. Спасибо большое вам, спасибо, как это все сделано. Ребята и тренеры рады были такому неформальному общению с главой и обещают радовать республику виртуозными голами и победами. На такой позитивной ноте завершился первый домашний матч команды «Нарт». Следующая календарная встреча состоится 14 июня на стадионе «Нарт». Приглашаются поддержать родной клуб все жители и гости республики. Альбина Курочинова-Кенжева, Либастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Спасибо.